Продолжаем прямой эфир Первого городского телеканала проектом Новость дня у нас достаточно радостная, торжественная такая и спортивная вместе с этим новость дня Сегодня мы будем говорить о том, что 14 октября на чемпионате Европы по кио-кушин карате Один из криворожан, наш земляк, стал победителем этого чемпионата Этот человек у нас в студии, я приветствую у нас в гостях победитель чемпионата Европы по карате Еще раз, Александр, на этом ставлю акцент Александр Рябенко, говорю вам здравствуйте Здравствуйте Второй гость нашей студии это тренер Александра, тренер по кио-кушин карате Александр Панчуков Правильно? Здравствуйте Здравствуйте Начнем мы нашу беседу с сюжета Общая тема нашего с вами разговора это прошедший чемпионат Как вы принимали участие, как готовились, сколько вообще этим временем занимаетесь Ну а для наших гостей на улице нашего города мы выносим для осуждения вот такой вопрос Как вы считаете, кто должен спонсировать участие детей в спортивных мероприятиях Начиная от городских мероприятий и заканчивая вот такими европейскими или всемирным масштабом мероприятия Напомню 067-827-0050 Телефон для того, чтобы оставить ваш комментарий, задать вопрос Или просто рассказать о карьере вашей спортивной, либо ваших детей Начинаем с сюжета, потом возвращаемся в студию и будем говорить Смотрим Поезд Львів-Запоріжжя Батьки зустрічають дітей чемпіонів З медалями та кубками юні каратисти виходять з вагона Володимир Крайнов та Арсен Оганесян привезли з чемпіонату Європи «Срібло» А Олександр Рябенко здобув золото Всього Україна по кількості призових місць була рекордсменом 74 медалі З України достаточно серьезная была общая команда Потому что были спортсмены из разных организаций Из Кривого Рога у нас была команда из шести человек Пятеро доехали до турнира И три стали призерами и чемпионами Олександр Рябенко найстарший з каратистів Йому 16 Займається цим бойовим мистецтвом з п'яти років І вже встиг стати тричі чемпіоном Перемога на змаганнях у Польщі для нього найбільш значима Все було на высшому уровні Противники були теж достойні Завдяки моєму тренеру, родителям і членам команди я займав перше місце Кератисти беруть участь майже у всіх змаганнях Як в Україні, так і за кордоном На чемпіонаті Європи вони виступали не вперше Кажуть, суперники трапились сильні Але, незважаючи на це, криворістям вдалося перемогти Зараз у планах відпочинок, але зовсім короткий Адже попереду ще багато чемпіонатів та змагань І повсюди мета стати першими Олена Трунова, Роберт Сіваков, першиміський Ну що ж, ми знову в студії Напомню, 067-827-0050 Телефон для нашої з вами беседи Тема общая нашого розговору Кто має спонсувати участь дітей в спортивних мероприятиях З одного з таких мероприятий вернувся недавно Олександр Рябенко, криворожанин Который победив на чемпіонаті Європи По Кио Кушин Карате Чемпіонат, напомню, проходил в Польщі Ну вот все-таки, Александр, наверное, к вам буде первый вопрос Кто был главным спонсором вашей поїздки? Главным спонсором у нас були родители Они спонсировали наш проїзд, наше проживання і наше участь Участие Александр, це перше місто на чемпіонаті Європи Я так понимаю, за ваші 16 років – це найвисоке діження Як починалась ваша спортивна карьера і коли? Скільки ви шли до цієї награді? Шов я 11 років, починалася на 5 років, коли я ще ходив у дітський садик Ну, брав я участь в таких соревнованнях два разу Це моя, ну, також, третя попытка Ну, і на третю попытку я зайнял золото На чемпіонатах Європи На чемпіонатах Європи Тренер по карате Александр Панчуков у нас в студії Я хочу вашого комментария узнать, наскільки серьезне мероприятие, на котором победил Александр Кто принимал участие тоже на чемпіонате? Вроде бы совсем рядом, страна Польша, но я так понимаю, что с разных стран там были люди Чемпіонат был достаточно представительный Участники представляли 17 стран И спортсменов было 425 человек Хорошая конкуренция, сильные бойцы Представлены были из разных организаций, которые культивируют киокушин карате Что добавляло интриги во все поединки, во всех днях соревнований Сейчас у многих видов спорта существует много ответвлений Всевозможных таких перетрубаций, изменений, модернизаций Хочу вас спросить, киокушин карате, что собой представляет и чем отличается от стандартного понимания карате? Сам киокушин был создан в 60-х годах Масаямы Стильные, более приближенные к боевой задаче решения каких-либо вопросов в контактных видах единоборств Максимально приближенные, проведение боя максимально быстрое, скоротечное, достаточно силовое От традиционных стилей карате отличается именно более прикладным характером выполнения всех задач, которые стоят В городе кто-то еще тренирует ребят вот именно в таком стиле? Да, у нас город в свое время имел достаточно большую организацию, единую Ну, в силу течения времени, различных обстоятельств, сейчас в городе присутствует много организаций, представляющих различные направления, стили именно киокушин карате Кто ездил вместе с Сашей на эти соревнования, что это за ребята, какие у них результаты, можете ли похвастаться или все-таки разочарованы? Выезд у нас был и спланированный, и мы к нему готовились Принимали участие ребята, которые реально были готовы стать призерами и чемпионами Такие как Гансиан Арсен у нас имеет опыт выступления на соревнованиях потомного уровня Это для него уже четвертый турнир областного уровня С разных возрастов он выступал И, скажем так, отличается от предыдущих участий тем, что он уже повысил свой призовой фонд В предыдущих соревнованиях он занимал третье место Вот на этом соревновании он стал вторым Уступил абсолютно немного своему сопернику из-за Румынии Был боец у нас Владимир Крайнов Это для него был такой дебют на подобных соревнованиях И уступил буквально-буквально очень сильному спортсмену тоже из Украины Своему оппоненту на протяжении последних трех лет Несмотря на свой юный девятилетний возраст Вы представляете в Кривом Роге спортивный клуб «Олимп» Он находится в районе вечернего квартала Совершенно верно Хочу узнать, сколько занимается у вас детей Какая у вас, ну такая, скажем так, спортивная конкуренция внутри клуба? Конкуренцию создаем путем создания рейтинговых групп И групп, которые занимаются по своим возрастам Их четыре Занимаются дети с четырех с половиной пяти лет И по уставу спортивного центра и по закону позашкильного света У нас ребята занимаются до 18 лет Скажите, девочки есть у вас? Девочек у нас достаточно Как они добиваются успеха? В таком вроде бы не женском виде спорта Да, вот как ни странно, есть девочки достаточно Такие продвинутые в этом направлении Называть не буду их немало Но успехи есть на международных соревнованиях И чемпионы, и обладатели специальных призов И кубков Разного возраста От 8 лет до 14 лет Саша, вопрос к вам Что самое запоминающееся было в этой поездке? Может быть, самое сложное? Может быть, самое веселое? Может быть, просто интересное для вас Как для молодого человека Как для человека, который был Вы первый раз были за границей вот в этот раз? Нет, нет До этого были, да? Да, где-то пять раз Не помню точно Вот сама поездка чем запомнилась? Поездка запомнилась, это когда я встал на пятистал На первое место Самая яркая Да, самая яркая Ну, у тех держав, которые стояли на первое место У них звучал их гимн Родной Хочу спросить Вот мы начали с того И тема общая у нас такая Кто должен спонсировать участие детей в спортивных мероприятиях? Я еще раз обращусь к нашим телезрителям Напомню, эфир у нас прямой И у нас есть телефон прямого эфира 067-827-0050 Если у вас есть ответ на этот вопрос Обязательно позвоните к нам Или просто поздравьте Александра с победой Или, допустим, расскажите о ваших мнениях Кто должен спонсировать участие детей Вот в таких спортивных мероприятиях Практика, которую вы видели у других стран У других спортсменов Европа была представлена в разных ее Можно так сказать Формах В разных странах Как обычно и кто обычно спонсирует это все в Европе? Вот я с большим затруднением могу сказать О том, кто напрямую финансирует поездки команд Я так думаю, что есть заинтересованные лица Бизнесмены, меценаты Которые из любви к этому виду спорта Помогают финансово и информативно Командам выезжать У самих участников Брендирование формы Или другие какие-то определенные аспекты Которые бы вы могли сказать Что у этой команды есть спонсор? Нет Никаких подобных лейблов Какой-то другой атрибутики, несущей информацию Спонсора не было на спортсменах А на вот той продукции, которая является рекламной Это реклама направления каратэки Это реклама тех организаторов, которые принимали непосредственно участие в организации турнира Она присутствует Что касательно Кривого рога Украины В целом спорт Вот он все-таки нуждается в частной поддержке Или это все-таки государственные обязанности? Я вот скажу вам такую вещь Польша, Республика Польша Достаточно сильно была в Киокушине долгие годы И мы все думали о том, что Почему это происходит И делается ли это на государственном уровне Ну происходит, оказывается, все на общественных Началах Но государство имеет возможность и желание Примировать выдающихся спортсменов грандами Ну там и есть такая форма Вот была команда и сборная из Литвы В Литве все стоит немножко по-другому Это государственная программа Министерства образования и спорта Где все занятия, они снабжаются Как материальной базой, так и финансовой поддержкой И выезды на соревнования Это тоже осуществляется из бюджета страны У нас некоторые люди говорят Зачем нам смотреть и брать примеры Там с других стран у каждого своя кухня Если вот в лучшем варианте Как это должно быть в Украине в Кривом Роге Как вы себя видите? Хотелось бы некой помощи людей, которым действительно это очень нравится Такой более обширной Она присутствует, эта помощь Присутствует в том, что создается условие для занятий В центре спорта я уже более 20 лет И мы там развиваемся достаточно успешно И уже судя из тех результатов, которые есть То, что Саша у нас является лауреатом Номинации молода Надея Криворижи То, что он является лауреатом премии Меськова Головы То, что сейчас мы по приезду с этих соревнований Подаем и оформляем документы на стипендию Которая городсоветом утверждена для успешных спортсменов Ну, это небольшая финансовая помощь Но она присутствует, она приятна, что нас видят, замечают Хотелось бы больше выучить Саша, скажи, вот этот вид спорта Кио, кушин, карате В плане тренировок, в плане подготовок Дорогой это вид спорта? Потому что есть разные Есть, допустим, виды спорта, которые требуют покупки форма Монтирования, всевозможные Действительно дорого этим заниматься И люди не всегда финансово вытягивают Вот сколько помимо тренировок Тратишь лично своих или семейных денег На то, чтобы этим заниматься? По сравнению с другими видами спорта Тратится меньше денег, чем в остальных И выделяются деньги только на тренировки У нас есть телефонный звонок Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте Здравствуйте Мы слушаем вас, говорите Алло, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Наталья Мудрик Я тоже спортсменка Чемпионка Европы Там, придерка, чемпионка Украины Я хотела поздравить бы Сашу с победой И пожелать ему, чтобы это была не последняя победа его И главное Удержать этот титул А чтобы удержать титул На соревнованиях Надо не думать о наградах, о медалях А просто качественно выполнять свою работу И победой потом будет как приятный бонус Победа, медаль И все будет у него хорошо Душа, Наталья, большое вам спасибо за поддержку За поздравления Вам тоже желаем крепкого здоровья Личных и спортивных успехов Мы сейчас посмотрим на ответы криворожан На вопрос, кто должен спонсировать участие детей в спортивных мероприятиях Наши корреспонденты вышли на улицу с камерами И спросили это у жителей города Давайте увидим, что они ответили Я считаю, что должны немножечко родители Потому как, если у меня племянница Немножечко тоже играет и поет Еще девочка маленькая Родителям очень тяжело Я думаю, что немножечко должны помогать И какие-то городские власти Я считаю, что, конечно, хорошо было бы Чтобы талантливым детям помогало государство Возможно, частично родители Мне кажется, должно спонсировать непосредственно государство Так как дети – наше будущее Тем более у нас в Украине В нашем городе, в частности, очень много талантов Я считаю И, мне кажется, дети должны развиваться И спонсировать, естественно, должно государство Я считаю, что спонсировать должно государство Так как у нас недостаточный уровень жизни Недостаточный заработок Чтобы спонсировать своих же детей На выступления и обучения за границей Мы снова в студии Напомню, что беседуем мы сегодня С победителем чемпионата Европы по кио-кушин карате Александр Рябенко У нас в студии, Александр, еще раз поздравляем Спасибо И его тренер Александр Панчуков Ответит на мой следующий вопрос Есть такая очень важная грань в спорте Это олимпийский вид спорта и неолимпийский вид спорта Эта грань имеет, в принципе, разные отношения В плане финансов, в плане количества болельщиков Которые приходят на соревнования и тому подобное Ваш комментарий по поводу этого В чем разница вот такого спорта и спорта Который внесен в список олимпийских видов Спорт, который мы представляем Он является неолимпийским И как бы рассматривается всегда Его развитие с общественных начал Олимпийские виды спорта Они заряжены под олимпийскую программу И поэтому оборудование, финансирование Оно соответствующим образом производится Уже из структур согласно бюджету Неолимпийские виды, еще раз повторюсь Они в основном направлены на то, чтобы Работали как общественные Которые привлекают именно Ну, чем-то своим особенным вот таким подходом И на ту публику, которая Этому спорту хочет отдать предпочтение На, опять-таки, на общественных началах Поэтому, как бы, и финансирование Искать прямое, ну, непросто Ваши планы? Как тренера? А потом у Саши спрашиваю, как спортсмена? Ну, ближайшие планы у нас провести Достаточно успешно наш турнир Который будет проводиться 19 ноября В Кривом Роге Где он будет проходить? Приглашайте зрителей Проводиться он будет на базе Спортивного комплекса «Локомотив» Он проводится там уже Будет проводиться не первый раз Достаточно хорошее представительство будет Это, как минимум, представители команды Семи областей И последний турнир у нас представляли 14 городов Украины Команды достаточно сильные, конкурентные Которые составляют в основном костяк Всех направлений по Киокушину И наш турнир проводится в преддверии Международного турнира Который будет проводиться в Херсоне Вы тоже принимаете на него Мы к нему готовимся Саша, честно, вот 30 секунд осталось у нас эфира Твои главные планы, главная цель Которую ты сейчас идешь Главная цель – это не останавливаться На достигнутом и идти дальше Участвовать во всех соревнованиях Занимать места Также хочу еще раз выехать за границу И занять определенное место Первое Большое спасибо, что своими поступками прославляешь и наш город На большом таком фоне европейском Победитель чемпионата Европы по Киокушин карате Александр Рябенко И его тренер Александр Пончуков Были сегодня у нас в студии И их тема, их победа И была сегодня главной новостью дня Берегите себя, занимайтесь спортом И хорошего вечера А, забыл самое главное Оставайтесь на Первом городском Здесь и увидимся До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok